В 2015 году известному казахскому прозаику автору Великих Кочевников исполнится 100 лет. Празднование столетия Ильяса Есенберлина включено в планы ЮНЕСКО. Подготовку к юбилею уже начали в единственном в Казахстане литературном музее Ильяса Есенберлина, который находится на его родине. Из Адбасара материал Саули Кусайновой. Не знать автора Великих Кочевников Золотой Орды значит не знать богатой казахской литературы. Но мало кто знает, что автор знаменитой трилогии родился в далеком городе Адбасар в Акмолинской области. В 1999 году здесь создан единственный в стране музей его имени. Именно здесь многочисленные посетители могут узнать историю создания 16 романов, многочисленных стихов и поэм. Ни одно значимое событие в районе не обходится без посещения литературного центра. В фондах музея хранится около 2000 экспонатов. Это личные вещи, письма, почта, книги писателя, рукопись, фотографии семьи, его... В 2015 году планируется празднование столицы великого нашего писателя. Весь наш Казахстан будет отмечать это празднование. Календарь памятных дат в 2014-2015 году в ЮНЕСКО включено празднование столицы писателя Ильяса Семберина. К юбилею писателя в музее планируют капитальный ремонт здания, обновятся и экспозиции в залах. К тому же на центральной площади под неоднократным обращением местных жителей установят памятник Ильясу Семберину. Большая работа предстоит и сотрудникам музея, ведь необходимо восстановить и освежить все экспонаты. С детьми писателя 350 экспонатов были переданы в Центральный государственный музей города Алматы. У нас в музее хранятся его личные вещи. Вот здесь вот есть стол рабочий, за которым писал свои произведения. Блокнот писателя, записная книжка и телефонный справочник, любимая Домбрая, семейные фото. Для школьников и взрослых адбасарцев это святые реликвии. Великий писатель Ильяс Семберлин родился 1915 года в городе Адбасар. Он написал очень много, множество книг, как «Кочевники», «Золотая орда» и так далее. Мы, юное поколение, знаем нашего писателя и гордимся им, что родились в этом городе. Сауле Кусейнова, Евгений Шинкаренко, Азат Аитов, Акмолинская область. Продолжение следует...